Дети мои, вы мои ночные чудища, укротители зла, демонские демоны и самые страшные и самые хорошие в один и тот же момент существа, существующие в этом мире и в Майнкрафте. Команда наркоманов Петровичей, которые ночуют прямо сейчас в гробах. Это означает то, что эти люди хуже, чем Дракула, хуже, чем бампиры. Их наружу вообще выпускать нельзя, но я их выпускаю только тогда, когда мне очень сильно нужна их помощь. Карась! Шашлындос! Пончик! Ну а дальше у нас печенька, дальше у нас картофанка, дальше у нас Лера. Лера, давай ты навсегда в этом гробу будешь похоронена, я оттуда тебя выпускать не буду. И Мия! Дети мои! Просыпайтесь! Вставайте из гроба прямо сейчас! Воскресните у меня на глазах! Молодцы! А ты, Лера, там оставайся в этом гробу и даже не выходи оттуда. Как вы все понимаете, сегодня я собрал вас здесь не просто так. В нашем мире Майнкрафта произошла беда. Очень серьезная беда. Одна молодая, но опытная, профессиональная девушка-майнкрафтерша, Екатежопочная Екатерина, в последнее время очень сильно грустит. Она не хочет записывать ролики. В последней серии выживания она даже сказала, что хочет закончить весь этот сезон к чертовой бабушке. И вы все должны понимать почему. Но я спрошу у Леры почему. Лера, почему? Ты знаешь почему? Нет! Конечно, Лера в этой жизни ничего никогда не знает, поэтому валяйся дальше в гробу. Катюха грустит очень сильно вот из-за вот этой мадмуазели. Елизавета! Она была ей как родная дочка лиса. Хоть она и кокнулась, но Катя перед каждой серией выживания немножко подпригрустнит, немножко подприплачет и только потом записывает серию выживания. Сегодня не будет никаких троллингов, никаких скримеров, никаких хорроров и ничего другого. Сегодня мы Кате сделаем огроменный подарок. Наркоманы Петровичи быстро в строй выстроились, зашли в этот сундук и взяли каждый по одному комплекту брони и подошли сюда ко мне кроме тебя. Лера, ты иди обратно в гроб. Лера в гроб обратно, в гроб. Вы же мои красавчики, вы же мои принцессы, вы же мои диснеевские королевы. Поняли намёк, что мы сегодня будем строить или вам ещё раз намекнуть? Какую, какую баню, Лера? Какой музей? Какое кафе-картошка? Подводную лодку. Если я сказал то, что вы диснеевские принцессы, это значит то, что мы Диснейта будем строить. Не зря же я вас одел в розовый комплект брони и дал вам золотые шмотки, а? А сейчас руки в ноги, ноги в руки, уши в руки и побежали быстро к сцене, где Катюшка поёт свои песни. Давайте, давайте, побежали, побежали, побежали. Все, 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 все. Давай, 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 Лера, не стой на месте. Самая медленная взяла и побежала. Быстренько, быстренько, быстренько. Если бы не подписчики, я честно не знаю, что бы я делал. Я читаю все комментарии, только подписчиков. Комментарии не подписчиков, которые не подписаны на канал, тех подписчиков, комментарии я не читаю. Сложно, но понять возможно. Никакого больше троллинга. Нашей королеве Майнкрафта надо сегодня сделать что-то приятное. Она же Якати-бумбончик. А Якати-бумбончик любит, когда ее делают приятное. Вся сегодня надежда только на наркоманов Петровичи. А сейчас нашу любимую. Три, четыре, поехали! Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его и не сломай. Ай-ой, была бы тут Катя, она бы 100% заплакала. А вот так, вот так в следующий раз будете петь, когда Катя придет. Все, давайте все за мной. Это наш будущий Диснейленд. И без вашей помощи, наркоманы Петровичи, я вряд ли смогу справиться. В этих всех сундуках с этой стороны и с той стороны полностью до, прям до краев заполнены ресурсы. Вам нужно за ближайшие 15 минут построить огромнейший, гигантский, до неба розово-синий Диснейленд. Да, 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 чё, 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 кого, чё, 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 вы помните, когда вы в предыдущий раз строили Эйфелевую башню? Вы помните, что получилось с этой Эйфелевой башней? Огромный, большой, гигантский, пи-пи-пи, не буду говорить что, но Эйфелева башня получилась не очень красивая. Поэтому сейчас у вас вторая попытка. Я вас долго всему обучал, вы мне помогали строить кладбище, поэтому я сейчас надеюсь, что вы сможете построить и вот эту башню. Диснейленд, в смысле? А ты, Карась, иди за мной, мне нужна твоя помощь. Всё, ребятки, приступайте, у вас есть 15 минут. Приду, проверю, чтобы всё было готово. У вас 6 человек, значит, Диснейленд построите в 6 раз быстрее. Чё, стоите, жопы, мёте, давайте быстро за работу, побежали, побежали, побежали. Вот так. Я решил, что один Диснейленд для Кати будет, ну, слишком простенько, учитывая то, что Катя действительно в последнее время очень сильно грустит. Поэтому я решил, что мы с Карасём прямо сейчас построим для неё поросячный аттракцион. И это тоже написали мне подписчики в комментариях. Поэтому, Карась, ты прямо сейчас держи, отправляйся и притащи мне 4 хрюнделей. Только не трогай хрюшек, которые в моём сарае, хорошо? 4 новых живых хрюнделей притащи. Ага, всё, давай, жопу поточил. А я пока построю заготовку для аттракциона. Ещё бы, дай бог памяти вспомнить, как это должно строиться. Чё-то раз, два, это... Сейчас вспомню. Вся суть этого аттракциона будет заключаться как раз-таки в хрюнделях. Они будут свисать вот-вот-вот с этой вешалки, или как её можно назвать, которую мы сейчас сверху украсим ковриками, чтобы всё, конечно, было симпатичнее. Ждём, когда Карасина притащит 4 хрюнделей, которых мы затащим сюда наверх. И повесим, чтобы они свисали вот туда. А под ними поставим вот эти... Слайм-блоки. Они на них будут падать, прыгать и обратно вверх подскакивать. Короче, аттракцион мечты. Честно, если бы подписчики в комментариях не написали о его существовании, я бы даже не знал, то что такую... Прям машину всего веселья можно при... Ай! Карась, сюда, давай! Сюда, сюда! И сгоняй потом в мой склад, там четыре сёдла. Притащи и оседай вот этих хрюнделей. Только смотри, не простри их, ты уже одну хрюшку просрал. Спускаемся. Подожди, карась, надо лестницу туда наверх выстроить, чтобы хрюшки туда забрались. Давай на подмостки забирайся и хрюнделей затаскивай. Только смотри, чтобы они не кокнулись. Если ты сейчас уронишь, я тебя уроню. Стой там! Давай, давай, выше, 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 выше. Залезай выше, залезай выше. Аккуратно, аккуратно. Простройся вот туда, на карусель и иди туда. Простраивайся на карусель. Тебе чё, страшно? Да не бойся, карась, сейчас по сути, подожди. Опа, аккуратненько, аккуратненько. Сюда, вот сюда, вот сюда, давай, 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 давай. Отпускай, хрюшек тоже перетаскивай, ты уже одну хрюшку зарубосил. Ты уже, ты уже, ну из четырёх всего лишь одна выжила. Ну, ладно, и так нормально. Всё, отпускай её иди трёх ещё заново притаскивай. Я тебя поздравляю, ты походу самая везучая здесь. Красю животных доверять точно нельзя. Снизу надо забабахать вот такую вот конструкцию и вокруг этого диорита также нужно забабахать слизни. Хрюшки будут свисать с нашей карусели, падать на эти слизни и их жопа будет подпрыгивать ещё в два раза выше. Гомно получается. Это ты, гомно. Ээээ, девочки, вы там не ссорьтесь, мне гомно не надо. Мы сейчас карусель достроим и пойдём вам помогать. Так, карась, карусель готова. Осталось просто спустить хрюндели, чтобы они свисали. Стой, стой там, я сейчас поднимусь. Поводки на базу отдавай, потому что все эти хрюндели сейчас надо присобачить на разные стороны. Вот так, берём одного за пазуху и потом цепляем. Ага, как бы его сюда прицепить? Вот так, цепляем вот сюда. Берём другого, цепляем вот сюда. И так делаем с каждым, со всех сторон. Где последний? Вот и последний. Всё, а сейчас карась самое жестокое, что происходило в этой серии. Надо этих хрюнделей столкнуть вот туда. Не бойся, не бойся, хрюндели не пострадают. Это не точно, конечно, но я очень сильно на это надеюсь. Всё. И наша маленькая карусель готова. Карась, нужно, чтобы ты тут протестировал наш аттракцион. Если он не справен, тогда пострадаешь ты. Давай, будь добровольцем. Ага. Карась, не страшно? Всё работает. О, это хорошо. Катя боится аттракционов, поэтому получит очень много положительных эмоций. Я очень сильно на это надеюсь. Всё, слезай. Слезай, или тебе понравилось? Ну всё, какой хороший аттракцион. И не сложный же, карась. А сейчас, давай, пошли за мной. Надо посмотреть, что эти наркоманы Петровичи там настроили за эти... Сколько мы тут с тобой возились? Минут 20, 25? Ну, надеюсь, что они 15 минут. Да, ну нормально. Пошли давай за мной. Так, карась, я иду спиной. Ты иди передо мной и смотри, что там получилось из Диснейленда. Если там какая-то жопа получилась, лучше заранее меня предупреди. Хорошо, чтобы я вот этих наркоманов Петровичей раньше времени не убил. Ага. Там всё нормально. Говори заранее, пожалуйста. А то немножко страшно. Господи боже. Господи боже, это типа хорошо, потому что огромный Диснейленд? Или, господи боже, потому что сейчас наркоманы Петровичи обратно в гробы отправятся, а? Ну, ну, ну ты прямо говори, как сказать. Современное искусство. Ну тогда давай на счёт. Раз, два, четыре. Я оборачиваюсь и смотрю, что там получилось. Давай. Раз, два, четыре, восемь. Ну, 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 всё. Тихо. У меня ж башка закружилась, когда я это увидел. Извините, что сразу с порогу такой вопрос задаю. А, а чё у вас там за золотое? Это купола такие золотые купола у вас? Да, ага. На купола это мало похоже. Но, слушайте, в принципе, не учитывая вот этот золотой купол, сдалека Диснейленд очень даже реально... Как сказал Карас, современное искусство. Ладно, давайте зайдём внутрь, проверим, что там. Так, это слева это мини-маус, да? А справа это Микки-маус или нет? Да, всё правильно понял. Так, хорошо, часы на входе. Я же был как бы в Диснейленде. Надо же похвастаться. Давайте зайдём, посмотрим. Так, огромные башни. Ага. А это чё за укурыш, извините, вот это я хочу поинтересоваться? Микки-маус? Мне больше это на клоуна какого-то похоже, на пеннивайза. А чё он такой жирный такой, этот Микки-маус ваш? А это чё такое? У меня очень много вопросов к вам, честное слово. Давайте я их просто не буду задавать. Снесите, пожалуйста, то, что у Микки-мауса лишнее, хорошо? То, что не должно здесь быть. Ага, ага. Вот снесите. Так, хорошо. Это чё за дичь? Кто вот это? Принцесса? Гном? Это, если это принцесса, то это... Так. А-а-а. Это типа белоснежка и два голых гнома, да? Один без рук почему-то ампутировали, походу. Ха-ха-ха. Бывает белоснежка семь гномов, тут белоснежка и два гнома. Так, ладно. Это... О, кстати, сюда же можно залезть. Я сейчас зайду, посмотрю. Вы стойте здесь. Чё у нас здесь построили? Так, башня какая-то. Ага. Спальная комната. Спальная комната кого? Домик Рапунсель. Рапунсель. Эээ, сейчас, да, я через окно посмотрю, что у тебя здесь есть такое. Так. Ну вот этот Микки-маус меня... Да уберите вот этот шланг у него торчащий! Зачем вы его в другое место-то переместили? Господи! Он там точно лишний? Ну это, это точно не Микки-маус, честное слово. Так, а здесь чё у нас находится? Ага. Всё, спускайся, шашлык! Ну, слушайте, честно говоря, могло быть и хуже. Но с другой стороны могло быть и лучше. Лера, ты башкой... У-у-у-у-уби-уберите вот этот огнетушитель, который у него между ног находится. Вот, дебилы, шо ли? А почему белоснежка чёрная? Извините, в смысле, почему у него костюм ниндзя какой-то? И почему у него два гнома и один гном без рук загорело из печки вы... Вы не думаете, что когда я Катю приглашу в этот Диснейленд, она не обрадуется, что мы его построили? А у неё психическое расстройство небольшое произойдёт, когда она увидит белоснежку в костюме ниндзя и двух гномов у одного без рук вообще! Давайте я, пожалуйста, с самого начала спрошу. Чья была идея построить купола и шланг Микки Маусу? Дайте я угадаю с первого раза. А, да, Даша. Лера говорит Даша, но почему-то мне кажется, что Лера это придумала, а не Даша. Да, это придумала. Так, девочки мои, пройдёмте, пожалуйста, за мной. Кое-что мне здесь точно нужно будет пристроить. Вот эти золотые купола-то точно. Всё остальное, в принципе, пускай так и останется. Господи, я из-за вас, наркоманов, в этой жизни реально заикаться когда-то начну. Это я заберу, это мне точно пригодится. Вы меня ждите там возле Фулеевой башни? Щас, щас, щас я подойду. Так, ребятишки, вы тут свиня лишний раз не трогайте. Кто был инициатором вот этой идеи? Лера, да, Лера, Шашлык, Даша и кто? И Мия, сто процентов. Так, залезайте на свинюшек, залезайте. Все остальные, пожалуйста, отойдите. Щас я вам здесь экстремальные качели и аттракционы вот это устрою. Стройте дичь. За эту дичь потом будете отвечать своей строкостанцией. Нормальные люди здесь будут кататься на вот этом, на слизни. Вы жопу себе припекать будете на лаве. Поэтому давайте высоко, главное, не прыгайте, а то прыгнете и кто-то жопу в лаву макнёт. Вот тогда будет истерика, конечно. Игорь, а там случайно не задень Лера, или это шашлык, или это кто? Весело вам? Не страшно? Все хорошо? Ага, обосраться. Ну, 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 вот и хорошо. Все, не, на самом деле вы как бы молодцы. Но за огромный пистру, ну, сегодня, не в этот дигидон, ну, то, что вы построили вместо куполов, за это надо вам немножко вот это ата-та. Карусель, карусель, это радость для нас, прокатись на нашей карусели. Молодцы, а сейчас обратно все в гробы полезли, давайте за мной. В смысле, а как, Лера, берёшь и слазишь? Шифт нажимаешь, и всё, главное в этом, в лаву не шан... Лера, в лаву не шандарахтись, господи! Ну как, ну... Лерочка, Лерочка. Всё, все остальные за мной. Помянем Леру, у меня там как раз-таки на кладбище одна свободная могила есть. Вот Леру и туда, и засунем. Так, Лера, а ты какого года? Лера, 2006? Ага. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Две тысячи... Две тысячи... Лера, давай, залезай. Давай. Давай, пошла, 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 давай, быстро, 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 Лера, давай. Ага, закрывайте её, давайте. Опа, вот так, закройте её чем-то. Хотя, почему, подожди, 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 подожди. Ага, всё, вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok